Выпячивая, выпячивая, она растет, увеличивается в размерах, и ей там тесно в яичнике становится, и она, когда уже совсем большая, она прямо как будто бы прорывает наружную оболочку яичника, прорывает, и выходит, как космонавт, куда она выходит? В открытый космосе, только это не космос, это брюшная полость, она выходит, и ее подхватывают, ну, чтобы она там не потерялась в широких просторах женского космоса, ее подхватывают бахромки, они все время вот так вот, как шар с бахромой, бахромки, чего бахромки? Трубы, да, они ее подхватывают, и она вот так вот, тут вот в трубе, ее дальнейшая жизнь в трубе. Ну, и в чем заключается медицинская суть вопроса? Выход яйцеклетки, как космонавта, называется овуляция. Овуляция, и считается, что, чтобы зачатие произошло с большой вероятностью, нам необходимо знать, желательно знать, день этой самой овуляции, потому что ближайшие дни после, пока она еще жива, она сколько-то дней живет в трубе, но она не может жить там вечно. Если женихи не явятся, то она просто-напросто, что она? Погибнет, конечно, она не приспособлена для жизни в этом проходе, поэтому главное это овуляция. Это бывает раз в месяц, то есть теоретически. Если очередную овуляцию пропустили, это я вам пока пересказываю биологию и медицину, Йонас эту систему видоизменил, вот за что ему и надо Мопелевскую премию. Если овуляцию прозевали, то в следующий раз, только когда теперь опять шанс появится? Только через месяц. И это не говоря о том, что вызревают иногда дефектные яйцеклетки, которые в принципе не могут дать начало новой жизни. Получается, что как бы у нас не так часто возможность зачатия ребенка. Разумеется, я сейчас рассказываю только о естественном зачатии, про бирочников, когда Йонас это все этим занимался, про бирочников еще не было. Этих экошников и прочих бандитов с большой фертильной дороги в 60-х годах их еще не существовало. Речь шла только о естественном пути. Так вот висит такой плакат, это в нитре, в центре Йонаса. Там вот это все объясняется, про овуляцию. А дальше большими буквами написано, ЖЕНЩИНЫ! Три восклицательных знака. Не верьте, в вашем организме может быть ни одна овуляция. Три восклицательных знака. Женщины разные. Кто-то, конечно, биологию особо не читал ни в никак, они даже слова этого не знают. А кто-то, кто интересовался, они это читают и говорят, как, позвольте, в школе, в институте учат, откройте любую энциклопедию, справочник, одна овуляция в месяц. А Йонас говорит, нет, нет. Потому что, потому что, когда начинает работать календарь фертильности, происходит экстра овуляция. Вот за что ему надо было дать Нобелевскую премию. Экстра овуляция. Что значит приставка экстра? Как вы думаете? Сверхмеры. Экстра, значит, дополнительная. Дополнительная. Когда его спрашивали, как ваш календарь стыкуется с женским циклом, ну, вот обычным, который каждая женщина старается наблюдать, а он говорит, а никак не стыкуется. Астрология, у нее свой канал. То есть, что утверждает Йонас? Конечно, при жизни, а он и не пытался. Он понимал, что он будет осмеян, что скажут, что это бредовая идея, что он не получит признания, поэтому он и не пытался доказывать свою правоту. Он просто помогал женщинам. И сейчас ему почти 90, он жив и здоров, продолжает активную цикленность. И за годы его деятельности, полвека он посвятил астрологии и фертильности, его клиентками были жительницы всех стран Европы и Америки, когда узнали об этом, более 25 тысяч малышей. Это за 50 лет работы результат. Более методика доктора Йонаса, это то самое, что и есть в календаре фертильности.